Родственники вологодских полицейских, погибших в результате теракта в Дагестане, получат всю необходимую поддержку и материальную помощь. Трагедия произошла в ночь со среды на четверг на въезде в город Хасавюрт. Волокжане, дежурившие на КПП, остановили для проверки легковой автомобиль. В это время раздался мощный взрыв. Трое из наших земляков погибли на месте. Еще шесть получили травмы. Сегодня из Вологды в Дагестан отправился отряд вологодских полицейских во главе с генералом Виталием Федотовым. Этой ночью погибли командир отделения взвода патрульно-постовой службы Вытигорского района Александр Онькин, сотрудник ППС Череповца Денис Дмитриев и командир отделения патрульно-постовой службы Вологодского района Сергей Солодягин. Все они отправились в командировку в Дагестан 13 января. Вернуться обратно домой ребята должны были в июне. Но теперь дослуживать срок, отведенный для командировки, за них будут коллеги. Понятно, что отряд остается там выполнять свои задачи. И наша задача обеспечить нормальный психологический рабочий климат, нормальное настроение и готовность личного состава к выполнению своих служебных задач. В этих целях со мной выезжают два подготовленных психолога. Уже сейчас эксперты сходятся во мнении, что именно благодаря действиям вологодских полицейских удалось избежать многочисленных жертв среди мирного населения. Не останови ребята-смертника на подъезде к городу, теракт мог произойти в самом Хасавюрте. То, что было предпринято сотрудниками полиции, значит, это необходимая мера. И, безусловно, это можно и нужно говорить, что и уже эта информация, она официально признана, что такими действиями был предотвращен теракт, направленный на поражение гражданского населения. Возможно, тела погибших вологжан удастся доставить на родину еще до конца недели. Расходы на транспортировку и организацию похорон возьмет на себя управление МВД. 15 февраля в Вологодской области объявлен днем траура. Алексей Коновалов, Игорь Пантин, Вологда Портал.